Здравствуйте! В эфире информационный выпуск программы события. В студии для вас работает Елизавета Беницевич. В Беларуси продолжается подготовка к выборам президента. Центр избирком зарегистрировала инициативные группы по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов президенты. Действующего президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олега Гайдукевича, председателя Республиканской партии Труда и Справедливости Александра Хижняка, начальника Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорысполкома Ольги Чемодановой, индивидуального предпринимателя Анны Конопадской, председателя Республиканского Совета Общественного Объединения «Белорусский союз офицеров» Сергея Бобрикова, первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Сергея Саранкова. Следующий этап избирательной кампании – сбор подписи в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. Начнется 7 ноября и завершится 6 декабря 2024 года. Зарегистрированным инициативным группам необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей. 4 ноября состоялось совместное заседание Президиума районного совета депутатов и Сморгонского районного исполнительного комитета, на котором была сформирована Сморгонская районная избирательная комиссия. В ее состав вошли 11 человек – это представители партии, общественных объединений и три человека, выдвинутые путем сбора подписей избирателей. Это люди, которые представляют интересы всех слоев населения, от молодежи до ветеранов, различные профессиональные круги. Это люди, которые имеют опыт работы в избирательной кампании. Первое заседание комиссии состоится 6 ноября, на котором будут определены организационные вопросы. Комиссия находится по адресу город Сморгонь, улица Ленина 5, кабинет 218-215, телефон 376-47. Режим работы в будние дни с 10 до 19 часов, перерыв с 10 до 15 часов, в субботу с 10 до 14 часов, накануне дня выборов с 10 до 19 часов. В прошедшую субботу все дороги вели в мосты. С самого раннего утра лучшие представители сельскохозяйственной сферы нашего и других районов Гродненщины спешили на областные дожинки 2024. Дожинки – это ежегодный фестиваль-ярмарка тружеников села, название которому дал традиционный праздник, посвященный завершению жатвы хлебов. Поэтому главная тема дожинок, конечно же, хлеб. Этот праздник Гродненская область встретила с рекордным результатом – 2 миллиона 200 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. Рекордный урожай – закономерный результат труда многих и многих людей, работников и руководителей хозяйств, для которых каждая жатва как персональное испытание на прочность, представителей сервисных служб и перерабатывающих предприятий, всех, кто делает одну из самых важных работ в мире, трудится на земле, растит хлеб. Участие в торжественной церемонии честования аграриев на фестивале-ярмарке «Дожинки-2024» принял и президент Беларуси Александр Лукашенко. Как вы знаете, у меня к этому великому, доброму, крестьянскому празднику «Дожинки» отношение особое. Почему вы это прекрасно знаете? Потому что это наш праздник, добрый и самый настоящий, тот, который создала сама жизнь. Это итог колоссальнейшего труда и радость от его результатов. Повод воздать заслуженную хвалу рукам, которые растят хлеб и пахнут хлебом. Сморгонская делегация во главе с первым заместителем председателя райисполкома Русланом Жуковским прибыла в мосты рано утром и сразу же приняла участие во всеобщей церемонии возложения цветов и освещения хлебов нового урожая района в Гродненской области. С нами в делегации Сморгонского района присутствуют люди, которые вносят значительный вклад в развитие нашего региона. Благодаря труду всего нашего коллектива имеем достойные результаты. По сравнению с прошлым годом, намного вырос вал, валовый сбор зерна. То есть год очень плодотворный, очень хороший. Аграрии Сморгонщины сработали на отлично. Но ставим задачи и на следующий год еще увеличить. Потому что стоять на месте нельзя, нужно всегда делать шаг только вперед. Аграриями Сморгонского района в эту уборочную кампанию намолочено почти 57 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 26% больше, чем в прошлом году. Уборочные работы в этом году начались с озимого ячменя 29 июня, на две недели раньше обычного в хозяйстве Ксуп Агросолы. В итоге озимого ячменя сельскохозяйственными предприятиями намолочено свыше 7,5 тысяч тонн. В филиале Жодишки унитарным производственным предприятием Сморгонский комбинат хлебопродуктов зерновой колос получен в объеме практически 11 тысяч тонн. Кроме того, в этом году удалось существенно повысить урожай кукурузы. Ее собрано более чем в два с половиной раза больше, чем в прошлом году. 2000 тонн в бункерном весе. Масло семян рапса было собрано более 12,7 тысяч тонн, что выше среднего показателя по области. Также стоит отметить, что близка к завершению уборка сахарной свеклы. Урожайность составляет 587 центнеров с гектара, что является рекордом для района с 2011 года, когда с гектара было собрано 579 центнеров. Государственный план по урожаю выполнен, за что низкий поклон людям, которые денно и нощно трудились ради того, чтобы закрома родины нашей были полны. Следует отметить, что многие работники сельскохозяйственной сферы не в первый раз удостаиваются похвал и высоких наград во время подобных фестивалей тружеников села. Сколько лет работаю, столько бываю на дожинках, а это уже 20-е дожинки. Вы знаете, дожинки – это всегда такой праздник для работников сельскохозяйства. Это когда мы самые лучшие в этот день, когда нас все поздравляют, когда все видят наши заслуги, наши достижения, наши успехи. И у нас переполняется душа радостью, и это на целый будущий год, не только на сегодняшний день. Можно сказать, такой заряд бодрости на целый год. Меня переполняет гордость, и даже когда я захожу в наши доильные залы, не только на таких мероприятиях, когда их все видят, когда зачитывают их достижения, надои, их успехи. Я каждый день захожу и вижу, как они работают, и меня, честное слово, переполняет гордость. Вы бы знали, какие разные эти люди, из каких сфер ли к нам пришли. Просто у меня душа от радости разрывается. Все организовано, все красиво сделано. Ну, на 100 баллов. Все нас хорошо приняли, все у нас было хорошо, очень хорошо. Все весело, все так организовано, прекрасно, всем довольны. Глава государства особое внимание, больше всего уделяет аграру, оказывает огромную помощь. И нам всегда очень много программ разных. Приобретение техники, и удобрения, и топлива, и семена, поэтому существенную помощь оказывает государство, сельскому хозяйству. На Дожинки я даже не думала, что настолько красочный, разнообразный праздник. Эти подворья, этот белорусский колорит. Я очень счастлива, что попала сюда в первый раз. Надеюсь, не последний. Я считаю, что профсоюз играет очень важную роль в нашей организации, поэтому спасибо большое за награду. Мне выпала большая честь присутствовать, это второй раз на Дожинках. Первый раз я присутствовал на республиканских в 2011 году в Кобрине. Хозяйство, которым я руководил, тогда заняло первое место в республиканском соревновании. Грамоту за первое место вручал Александр Григорьевич Лукашенко. Все подворки понравились, потому что люди, видно, трудились, несмотря на то, что и ветер, и ложила там эти подворки, и все. Ну, все хорошо прошло. Однако Дожинки – это не только хлебосольно, но и обязательно зрелищно. На протяжении всего дня мосты превратились в одну большую праздничную площадку. Каждое подворье было посвящено особенностям того или иного региона и представляло сельскохозяйственные профессии и направления. Отовсюду звучали песни, костюмированные народные самодеятельные коллективы завлекали прохожих в танцы. Можно было угоститься разнообразными домашними деликатесами, провести дегустацию молочной и мясной продукции. В праздничном многоголосье и ярких красках дожинок 2024 нельзя было не заметить сморгунскую площадку и артистов нашего района, которые задавали темп и поднимали настроение у всех, кто заглядывал на наше подворье. Стерство лесной господарки Республики Беларусь запрашает Жихару Украины принять удел у громадской акции «Дай лесу новое життё», якая пройдя с 12-го кастрычника по 12-го листопада. Подчас акции, присвеченной адновленью беларуских лесов после разгулы стыхии и примиркованной до года якости, запрашаем кожного посадить свое древо. Долучайтесь подрабязности на сайте mlh.by Инвестиции идут в регионы. В Беларуси успешно работает программа «Один район, один проект». Масштабная инициатива реализуется в регионах страны по поручению главы государства. Перечень программы насчитывает 208 инициативных проектов с учетом специализации районов и их потенциала. В 2024 году осуществляется реализация 180 инвестпроектов с созданием более 9 тысяч рабочих мест. Это проекты различной производственной направленности. Деревообработка, металлургические производства, производство машин и оборудования, переработка агропромышленной продукции, выпуск медицинских изделий, фармацевтика и т.д. На Грогенщине на 2021-2025 года запланировано реализовать 21 инвестпроект. Сумма вложений только на этот год составляет свыше 91 миллиона рублей. На Сморгонском агрегатном заводе реализуется самый крупный за всю историю существования предприятия инвестиционный проект по программе «Один район, один проект». Агрегатный завод занимается реализацией проекта внедрения прогрессивных технологий и организация эффективного процесса нанесения защитно-декоративных покрытий с целью доведения качества и товарного вида изделий до уровня зарубежных аналогов. Основная цель инвестпроекта – создание на незадействованных площадях предприятия современного участка по нанесению защитно-декоративных покрытий. Участок будет иметь две линии – по нанесению лакокрасочных материалов и высокотехнологическую автоматическую линию фосфатирования цинкования деталей, а также станцию физико-химической обработки сточных вод и отработанных растворов. Проект финансируется за счет собственных средств Сморгонского агрегатного завода, кредитных средств ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и частично средств инновационного фонда Гродненского обл. сполкома. На данном этапе осуществлена поставка комплексных очистных сооружений, окрасочной и гальванической линий. В какой момент ты становишься отцом? Когда впервые взял малыша на руки, встретился взглядами, увидел первую улыбку, придумал игру только для вас двоих? Или намного раньше, когда с трепетом ждешь рождения своего ребенка и неловко и трогательно репетируешь отцовство. Сморгонский район продолжает развивать социальные услуги и инфраструктуру для жителей. Новый школьный автобус и обновленный библиобус обеспечат комфортный доступ к образованию и культуре. Благодаря поддержке райисполкома жители Сморгонщины получают доступ к новым возможностям. Улучшенные библиотечные и транспортные услуги продолжат служить сельчанам и школьникам. На приемке новых микроавтобусов для Сморгонской районной библиотеки и Кревской средней школы присутствовал заместитель председателя райисполкома Игорь Счастный, курирующий социальную сферу района. Сморгонская районная библиотека предоставляет услуги библиобуса с 2006 года. И теперь автопарк пополнился новым транспортом. Библиобус, охватывающий 14 маршрутов, обслуживает 43 деревни. График его движения можно найти в местной газете «Светлый шлях». Ежегодно услугами библиобуса пользуются около 700 читателей. В будущем планируется введение дополнительных услуг, таких как серокопирование и печать документов прямо в автобусе. Библиобус выезжает с 2006 года. У нас 14 маршрутов по всему району. И что самое приятное, я думаю, что наши читатели будут рады новой машине, тому, как комфортно в ней будет выбирать книги, приятно будет обслуживаться, тепло, уютно. В каждом населенном пункте ждут. Вот сейчас у нас месяц не было выездов, раздавались телефонные звонки, когда же вы к нам приедете. Работа хорошо, катаешься, смотришь по деревням, с людьми общаешься. Во всей деревне мы знаем, куда ехать, откуда, куда, что. Людей уже знаем, люди нас ждут, проезжаем, советуем, читаем сами немножко, тоже книжки берем, читаем. Кроме того, обновился школьный автопарк для Кревской средней школы. Новый автобус заменил старую модель, которая находилась в эксплуатации с 2008 года. Мы направляемся для перевозки обучающихся в какую-то определенную сельскую школу. В данный момент Кревская средняя школа. В прошлом году мы заменили три школьные автобусы, которые пошли одно, один в Вишневскую среднюю школу, один в Вишневскую среднюю школу и в Сольскую среднюю школу. Тоже для замены автобуса с эксплуатацией более 10 лет. Национальный банк Республики Беларусь и Ассоциации Белорусских банков предупреждают об участившихся случаях телефонного мошенничества. Вас беспокоят из банка. Деньги на вашем счету под угрозой. Что мне делать? Сейчас пришлю ссылку. Нужно установить на телефон программу, которая обезопасит ваши деньги. Это мошенники о посылке предоносной программы удаленного доступа, с помощью которых они посещают деньги из банковских счетов. Не устанавливайте никаких приложений и программ по просьбе лиц, которые звонят по телефону и представляются сотрудниками банка, правоохранительных органов и других учреждений. Будьте бдительны, берегите себя и свои деньги. В Сморгоне на прошлой неделе госавтоинспекция проверила водителей в такси с целью скрытого контроля за соблюдением правил дорожного движения водителями, осуществляющими перевозку пассажиров. Основные нарушения, к которым приковано внимание сотрудников ГАИ, включают перевозку пассажиров сверху установленного количества мест, высадку и посадку пассажиров в необозначенных остановочных пунктах, превышение установленной скорости, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, а также нарушение установленного маршрута. Именно на этих ключевых моментах и акцентировали внимание сотрудники ГАИ. Госавтоинспекция настоятельно призывает водителей строго следовать правилам дорожного движения. Водителям рекомендуется выбирать безопасную скорость, а также осуществлять посадку и высадку пассажиров только в специально отведенных местах на обозначенных остановках. «Каждый твой день» — это вызов. Без сценариев и постановок. Жизнь в полную силу. Борьба добра со злом. Вызов самому себе. Здесь нет места сомнениям и праву на ошибку. От быстроты и точности действий зависит твоя победа. Что в приоритете? Скорость, сила, надежность. Не допустить совершения преступления — здесь главная цель. Твоя цель. Ты знаешь, что эта игра по твоим правилам. И в этой схватке ты выходишь победителем. Чтобы завтра вступить в честную борьбу снова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Удар поезда не будет мягким. Вблизи железнодорожных путей и на платформе опасно пользоваться наушниками, разговаривать по мобильному телефону, а также находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Белорусская железная дорога напоминает. Будьте внимательны! Небеса наполнены спокойной серостью, временами выглядывает слабый свет, напоминая о Солнце за горизонтом. Снижение температур и высокая влажность связаны с северо-западными воздушными массами и приближением антициклона, который приносит пасмурную и прохладную погоду. Я-магнитное поле спокойное. В среду 6 ноября ожидается ясная погода. Температура ночью плюс 3, плюс 5 градусов, днем плюс 8, плюс 10. Ветер западный, умеренный, порывы до 18 метров в секунду. В четверг 7 ноября в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 2, плюс 4 градуса, днем плюс 7, плюс 9. Ветер западный, умеренный, порывы до 13 метров в секунду. В пятницу 8 ноября ожидается малооблачная погода. Температура ночью плюс 6, плюс 8 градусов, днем плюс 8, плюс 10. Ветер слабый, западный. На этом наш сегодняшний выпуск завершен. Мы прощаемся с вами до следующей недели. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова